Привет, дорогие друзья! Это третья часть у Red Hot Chili Peppers. Если не видели прошлые две, вот ссылка на плейлист. Вообще-то я думал, что это будет последнее видео о RHCP, однако я всё писал и писал. Заваривай чай, одевай куртку, если слушаешь пути, и погнали попутный ветер. А, секунду, не забудь подписаться и влепить лайк. Теперь погнали. Мы оставили героев в очень сложный момент. 1988 год и гибель члена группы Словака. Барабанщик Айронс тоже покинул группу. В результате остались Фли и Кидис. Долго думали, как лучше поступить, но пришли к выводу, что должны продолжать и приумножать то, что сам Хилель помогал строить. Что теперь делать? Кидис был разбит, он не смог посетить процессию в честь Хилеля. Энтони решил сильнее погрузиться в наркотики. Его зависимость взяла вверх, он просто нёсся в бездну. Честно говоря, не особо стараясь нажать на стоп. На него давило всё. Зависимость, потеря друга. И как он писал свои автобиографии, родственники Хилеля обвиняли меня в его смерти. Однако, кое-как он ещё мог приходить на прослушивание. По итогу, на роль гитариста был принят Девейн Макнайт, бывший участник Parliament Funkadelic. Барабанщиком стал старый знакомый ребят, Ди Эйч, участник Dead Kennedys. Таким составом группа дала пару шоу и даже написала песню Blues for Meister. Но возникла проблема. Проблема заключалась не только в качестве, сколько в стиле нового гитариста. Фанк, панк, психодел, напор словака дико контрастировал с академическим подходом Макнайта. Чем больше репетировали, тем больше убеждались. По итогу, Девейна уволили. Правда, новость он воспринял не очень позитивно, отчего грозился сжечь дом Кидиса. Начались поиски нового гитариста. Выбор остановился на Джоне Фрушанте. Попадание в яблочко. Совпало все. Джон был давним фанатом группы. Еще в 15 лет посещающий концерты РХЧП. С другой стороны, он был хорошим музыкантом, что более удивительно. Очень подкован в вопросах теории и истории музыки. Ко всему прочему, он был очень молод и не отвлекался на глупости. Поначалу. В этот период случилось еще одно важное событие. Как и ранее, зависимость Энтони вносила хаос в процессы репетиции, записей и так далее. Он мог не прийти, прийти и спать, либо нормально прийти и потом убежать за наркотой. В один из таких дней к Кидису подошел менеджер группы и сказал, «Эй, Тони, я хочу кое-куда тебя свозить». Он повез Энтони к могиле словок. А музыкант иронично воспринял это, говоря, что «Что мне делать возле кучи камней и таблички?» Менеджер посоветовал поговорить с другом, будто он тут сидит. Сработало. Сказав всего, «Эй, Слим!» — это прозвище словока. Артист не сдержал слез. Он долго сидел у могильной хилеле и в итоге поклялся завязать с наркотиками. Осталась последняя неприятная, даже мерзкая деталь. За несколько лет знакомства с DH ребята стали близки. Много дурачились и проводили время. Но случилось то, что случилось. Барабанщик стал уходить все глубже в запрещенные препараты. Из-за недавнего трагического события и попросту потому, что работать с обдолбанным барабанщиком трудно, группа решила уволить DH. Энтони вспоминает это как «Одно из самых жестоких вещей, которые я когда-либо совершал». Но тут же добавляет, что DH вроде бы как завязал с наркотиками после увольнения, а это однозначно плюс. Опять поиски, открытое прослушивание. Долго слушали, многих слушали, все не то. Кто-то не тянет, кто-то приходит чисто увидеть РХЧП. В итоге им порекомендовали Чеда Смита. Громилу метр девяносто один в байкерском прикиде. Бандана, широкие джинсы, все дела. Изначально к нему отнеслись скептично. Однако после 30 минут прослушивания Чед создал фурор. Киди сказал, что если он завтра придет с подстриженными волосами, место его. Чед пришел, но с длинными волосами и сказал, что убирать их не собирается. Сильно спорить не стали. Смит ин. Наконец-то группа начинает готовиться к новому альбому Mother Milk. Написание шло гладко, кроме сорс-продюсером Бейнхарном, который тоже хотел от группы хита. Альбом снова не стал мировым прорывом, однако прогресс был. 52 место в чартах США. Поначалу в Европе он никуда не попал, однако высокие места синглов Knock Me Down 6 место и Hide a Ground 8 место. Кое-как улучшили ситуацию в чартах Англии, Франции и Австралии. В любом случае можно смело утверждать, что среди прочих пластинок РХЧП на момент 1989 года, Mother Milk была самой финансово успешной. Но у группы возникают проблемы с лейблом. Как это часто бывает, группа явно недополучала деньги за свое творчество. Но это еще ладно. Больше всего группу напрягало отношение к ним. Им, скрипя зубами, давали деньги на клип, кое-как выделяли деньги на записи альбомов и в целом не ставили на группу. Как итог, решено искать новый лейбл. Это был натурально аукцион. Кидис и Фли вместе с юристом повстречались с десятком лейблов. Везде были свои минусы или плюсы. Но все свелось к двум вариантам. Warner и Sony победили вторые. Они мало того, что накинули пару миллионов в предложение, они также гарантировали миллион долларов на счет каждого участника группы. Как вспоминает Кидис, у нас было по несколько тысяч на счетах, а теперь мы стали гребанными миллионерами. Казалось бы, что может пойти не так? И тут есть несколько факторов. Первый. Тони и Фли были поражены тем, что сразу после сделки с Sony им позвонил руководитель Warner и поздравил с успешной сделкой. Пожелал удачи и сказал, что Sony хорошая компания. Им стало очень неловко. Второй фактор. У Sony начались проблемы с Эмми по выкупу прав на перцев. Сделка затягивалась. После всего этого группа обратилась к юристу с вопросом, можно ли откатить все назад и подписаться с Уолл. Так и сделали. Рика Рубина наняли на роль продюсера пятого студийного альбома. Кстати, он спродюсирует и все будущие альбомы. Который пока не получил название. Запись снова шла хорошо, даже лучше. Каждый день появлялись готовые мелодии для Киддиса, на которые он мог писать свои тексты. Однако Рубина не устраивала студия, на которой велась запись. Он считал, что в менее стандартных условиях потенциал группы удастся раскрыть лучше. Он предложил снять особняк, в котором однажды жил Гудини, и оборудовать под студию. Туда заехала жить вся группа, кроме Чеда. Он был уверен, что в доме живут призраки и решил приезжать каждый день на Чоппере для записей. Джон же тоже верил в существование призраков, правда был убежден, что они дружелюбные. На момент написания альбома группа разрешила брату Фли снимать их на видео, что послужило потом для релиза видео «Фанки Монкс». Садитесь поудобнее, детишки, расскажу вам пару историй о дяде Энтони. Период написания альбома Киддис как-то заходил в гости к знакомой стилисту. Они болтали, и он случайно увидел у него крутейший пиджак, о чем незамедлительно сказал. Она и ответила «Это мой любимый, если хочешь, забирай». Храня полный шкаф вещей, ты лишь накапливаешь энергию. Однако, если имея полный шкаф вещей, кому-то понравятся вещи с твоего гардероба, отдай ее ему. Так ты только очистишь свою энергию и привнесешь позитив. Это реально шокировало Тони. Он привык, что живя на улице, ты стремишься забрать, а уж никак не отдать что-то. Эта ситуация послужила мотивом для написания песни «Give it away». Вторая история связана с песней «Under the Bridge». Киддис чувствовал себя одиноко. Ехал в машине, стоял в пробке в любимом Л.А. И тут его осенило. Он захотел написать стих о том, что этот город его друг и спутник, который нигде и никогда его не отпускает. Он начал писать слова песни, приехав к пункту назначения, все записал на бумаге. Но он не хотел ее петь. Тони был уверен, что это вообще не стиль группы, просто поэма. Однако показал стих продюсеру Рубину, и тому очень запала в душу идея. Рик уломал показать стих Фрушанты, и тот накидал мелодию. Все звучало круто. Когда демо показали участникам группы, все решили, что эта композиция должна быть на альбоме. Blood Sugar Sex Magic. Такое название предложил для альбома Рик Рубин. Из-за того, что очень тащился под наименной песней группы. Альбом был выпущен в сентябре 1991 года. Примечательно, что альбом вышел в один день с альбомом Nirvana Nevermind. Первым синглом альбома и одной из самых узнаваемых песен группы стала композиция Give It Away. Как вы понимаете, Under the Bridge тоже стала культовой. Выход альбома стал настоящим фурором. В 1992 году группа получает Грэмми за лучшие хард-рок выступления с вокалом с песней Give It Away. Долгожданная слава пришла. Чем больше сила, тем больше ответственность. Музыканты стали мировыми звездами. Их узнавали на Филиппинах и в Бразилии. Куда бы они ни поехали, все знали их и их песни. Увы, этот факт славы имел и вполне разрушительный характер. Группа едет в тур, а как вы помните, в турах происходят разные ситуации, часто неприятные. Джон Фрушанты начинает натурально сходить с ума. Бедный юный парень не был готов к такому уровню ажиотажа и внимания. Ему казалось, что все это слишком быстро, слишком много внимания, слишком много людей на концертах. А него все это давило, не давало спокойно играть и дышать. Как вспоминает Энтони, он с самого начала подшучивал над Джоном, по-дружески, конечно. Он думал, что парень не берет все сказанное близко к сердцу, однако, как позже выяснится, он именно так это и воспринимал. Джон и Кидис ругались из-за всего, вообще из-за всего. Вокалист просто не понимал, что не так, воспринимал это как следствие приема наркотиков, либо банальные капризы. Выходки бывали разные, он мог просто начать играть не то, не те партии, либо не в той тональности. Мог вообще не начать играть, часто он просто стоял в углу сцены, будто вообще не музыкант группы. Ну, в смысле, играл в углу сцены, не просто стоял. Еще одним раздражителем стало решение Джона взять с собой в тур девушку, что в группе не было принято. Одним из самых неприятных моментов был случай с открытием концерта. Red Hot Chili Peppers открывали ивент песней Under the Bridge. Энтони всегда признавал, что ему очень сложно петь эту песню, ввиду этого он нереально волновался каждый раз перед лайвом, в программе которого она есть. И вот самое начало ивента и фрушанты на протяжении 10 минут играют не ту партию. То они, естественно, ощущал сложности, не мог вступить в такт, не мог словить мелодию, которую наигрывал Джон, и попросту не понимал, что именно играет гитарист. Если проигнорировать ситуацию вокруг фрушанты, все шло отлично, билеты продавались солдаутом. Группа взяла на разогрев только набирающих популярность Pearl Jam и The Smashing Pumpkins. К слову, барабанщикам Pearl Jam был знакомый нам Джека Айронс, он, собственно, и попросил подсобить группе. Далее в туре и Red Hot присоединились с Nirvana на разогрев, вместо The Smashing Pumpkins. К слову, в своей автобиографии Тони очень интересно вспоминает о моментах, проведенных с Куртом. Но, к сожалению, фрушанты становилось все хуже и хуже. Он злоупотреблял алкоголем и наркотиками, перестал напрочь общаться с группой, в Японии нервы гитариста окончательно лопнули, и он незамедлительно покинул группу. Все бы ничего, но за пару часов до выступления. И это катастрофа. Нужно ли говорить, что Энтони, как и вся группа, были вне себя от злости? Начались экстренные поиски нового гитариста. Увы, часть концертов пришлось отменить. Первым делом группа обратила внимание на Дэйва Наварру. У него был богатый опыт выступления с Джейнс Эдикшн. Однако в этот период Дэйв был слишком занят борьбой с зависимостью. Пробовали несколько гитаристов, в итоге решили нанять Арика Маршалла. Он сыграл с группой ряд шоу, в частности на фестивале Лолапалуза, один из главных фестивалей альтернативного рока в тот период. Также Арик появился в паре клипов группы. Последним шоу, на котором сыграл Арик, была церемония вручения Грэмми с песней Give It Away. Поначалу группа думала играть с Ариком на постоянной основе, однако планы поменялись. Началась новая чехарда за гитаристами, итогом которой стало предложение Фли вновь обратиться к Наварру. На этот раз Дэйв принял предложение. Первое выступление Наварру с группой прошло в костюме Лампочки. Такая вот идея появилась у Кидиса для выступления на Woodstock 94. Все Woodstock после 1969 года я игнорирую и вам советую. Далее они съездили в тур с Rolling Stones, будучи у них на разогреве. Однако идея была ужасная. Передаю слово Кидису. Дело в том, что на концерты Rolling Stones сейчас приходят взрослые состоятельные люди, которые готовы отвалить охрененно большую сумму за концерт. Они приходят в футболках Rolling Stones, в кошельком Rolling Stones и в кепке Rolling Stones. Во время разогрева просто сидят и смотрят буклеты, чтобы еще прикупить из мерчендайза Rolling Stones после концерта. Они смотрели на нас, как на каких-то дикарей. Атмосфера была отвратительной. В этот период все усложнялось. Наварро отнюдь негладко вливался в коллектив. Ему не нравился фанки джем. Он попросту привык работать иначе. Он то и дело задавался вопросом, а это нормально, что они днями пишут музыку, пока Энтони просто уходит в другую комнату и пишет свои стихи. Тем временем Кидис снова начал принимать наркотики. При этом случилось это при довольно-таки обидных обстоятельствах. Он пришел на прием к стоматологу для удаления зубомудрости. Будучи в завязке, он говорил врачам, что у него аллергия на наркотические препараты и просил делать только локализированный обезбол. Однако операция затянулась. Он сидел там битый час, когда врач сказал, что зуб нужно уже вырезать. Стоматолог вел ему общий наркоз. Энтони словил кайф. В ближайшие 6 лет он будет безрезультатно пытаться снова завязать. Тем временем Фли тоже переживал свои маленькие драмы. Боролся с синдромом хронической усталости и проблемами в личной жизни. Все шло как-то не так. Кидис привык писать стих, показывать его Хилелю и Фрушанты, и через какое-то время песня готова. Он думал, что все гитаристы работают по такой системе. Увы, с Дэйвом так не получалось. Более того, при записи 6 альбома Тони и то дело пропадал. Всем, и группе, и девушке он наврал, что ему просто плохо, что ему не здоровится из-за тропической болезни, которую он подхватил в одном из недавних отпусков. В его отсутствии Фли взял на себя ответственность за координацию группы. Он даже начал писать тексты для песен, чего ранее не делал. Вплоть до записи вокала для песни Пи. Из-за присутствия Наварро, новый альбом стал более тяжелым, но будет неправильно спустить всех собак на него. На мрачную стилистику повлияли как вышеупомянутные личные проблемы, так и смерти друзей-участников, таких как, например, Курт Кобейн или Ривер Феникс. Энтони уделил много внимания теме наркотиков, борьбе с ними и поражениям от них. Шестой студийный альбом One Hot Minute наконец-то вышел 12 сентября 1995 года. Дату релиза периодически переносили, всплывали и другие проблемы. В общем, думаю, будет вполне честно сказать, что домучили эту запись. Релиз собрал полярные мнения как критиков, так и самих фанатов. Однако успех прошлого альбома явно дал немалый толчок для коммерческого успеха One Hot Minute. Но в группе дела обстояли все хуже и хуже. Конец 1995 и почти весь 1996 год группа провела в туре по Европе и США. Последнюю часть тура в Великобритании пришлось отложить из-за перелома кистью у Чеда Смита. 1997 год Фли называет годом ничего и он вполне точно описывает данный период. Кидис попал в аварию и раздробил себе кисть, из-за чего 9 месяцев проходил в гипсе. Естественно, он и к наркотикам вернулся, как и к слову Наварру, у которого шлюзы открылись по полной. Фли с трудом вывозил все, что происходит с группой, тем более на фоне кучи личных проблем. По итогу 1997 года группа дала один концерт в Японии. Группу сразу предупредили об огромном тайфуне, что надвигался прямо на место проведения фестиваля, но ребята считали делом чести выступить. По итогу всю сцену и аппаратуру заливало, люди стояли полностью мокрые и дрожали от пробирающего холода. В девушку, которая стояла в толпе, ударила молния, происходило полное безумие. Отыграв 8 песен и выполнив контрактные и моральные обязательства, выступление прервали из-за погодных условий. Позже Кидис навестил пострадавшую девушку в больнице. Это выступление также стало последним для Дэйва Наварру в группе Red Hot Chili Peppers. Многие поговаривали, что это вообще последнее шоу для группы. Изначально озвучили версию об обоюдном решении расторжения контракта с Наварру, но, как показывает сейчас рад свидетельств, основная причина все-таки была наркотическая зависимость, которая повлекла сложности в процессе написания материала. Не опять основа, группа осталась без гитариста. Где-то на дне жизни находился Джон Фрушанте. За все эти годы он пережил разный спектр эмоций и различных ситуаций. Он успел выпустить сольный альбом в 1994 году. Правда, все было очень плачевно. Джон сильно страдал из-за зависимости. Он, видимо, по неопытности, колол наркотики не в вену, а просто в руку, то бишь, считай, загонял под кожу. Он рисковал не только заражением крови, а и лишением рук. У него стали выпадать зубы. Он очень сильно похудел, на нем осталось только кожа и кости. Короче, весь букет ужасных последствий наркомании. В этот период Джонни Депп и Гибби Хейн сняли короткометражку о бедной жизни Фуршанте. Реально ужасные и грустные кадры. Далее, дом Джона сгорел, пожар унес с собой коллекцию гитар и пластинок-кассет с музыкой. Гитарист в 1997 году выпускает второй альбом, но он высоких оценок не сыскал. В январе 1998 года Джон обращается в клинику после совета Боба Фореста, чтобы уже там ему помогли в борьбе с зависимостью. Начались оздоровительные практики, как духовные, так и клинические. Но ближе к нашим перцам. В начале 1998 года, уже после увольнения Наварро, Фли заявил Кидису, что единственный путь сохранить группу это позвать обратно Джона Фуршанты, который в свою очередь наконец-то избавился от наркотической зависимости. Однако изначально Кидис отнесся к идее с опаской, думая, что вряд ли Фуршанты захочет вновь работать с ним. Фли навестил Джона в больнице, где аккуратно спросил, что бы сказал гитарист, позови они его обратно в РХЧП. Фуршанты в слезах и обнимая Майкла лишь ответил, что ничто не может сделать меня счастливее. По просьбе Фли Тони созвонился с Джоном и они встретились, чтобы обсудить прошлые разногласия. Однако они быстро выяснили, что оба уже отпустили ту ситуацию и между ними нет никакого негатива. Теперь группа может спокойно готовиться к написанию одного из самых громких хитов конца 90-х и начала нулевых. А что уж таит, да и по сей день, Калифорникейшн. О новом этапе в жизни группы мы детально поговорим в следующей заключительной серии. До её выхода вы увидите разбор и моё мнение о новом грядущем альбоме Оксимирона. Да простят меня рок-поклонники, но как тут пройдёшь мимо? Подпишись на канал, ставь лайк, серые колокольчики всем в хату и конечно пока-пока. Пока-пока.